Бассейн «Дельфин» – известная вотчина чемпионов. Но сегодня здесь тренируется не победитель соревнований по плаванию, а призеры мотобольных баталий. Каждый год в середине января участники команды «Металлург» начинают тренироваться, занимаясь различными спортивными дисциплинами. И хотя в этом году погода внесла в расписание поправки, нагрузки у ребят хватает. К сожалению, снега нет, поэтому в этом году на лыжах еще не ходили. А вот все остальные – бассейн, дворец спорта, атлетическая подготовка, спорт-игры регулярно, по две тренировки в день, каждый день. Занятия проходят по специально подготовленной программе. За выполнением упражнений следит руководство клуба. Нагрузки увеличивают постепенно от тренировки к тренировке. Впрочем, для большинства спортсменов долгие каникулы вовсе не повод расслабиться. Мы всегда активно занимаемся спортом. Я лично проводил в Москве турнир «Настольный теннис». Вот праздниками и праздниками, а хобби есть хобби. Алексей Семенов я точно видел в инстаграме, что он любитель поднимания штанг. Я думаю, он в зале был. Пока спортсмены только начали набирать форму, техника уже готова к тренировкам и соревнованиям. Традиционно именно на дне начинают работать по окончании сезона. Обычно тренировки на мотоциклах начинаются в конце апреля. Но, судя по погоде в этом году, это может произойти раньше. Мотоциклы находятся уже в таком состоянии, готовые к бою. Абсолютно все уже готово. Осталось только завести и обкатывать, что называется. Все детали заменены. У нас очень хорошие механики по главе с Гролевским Александром. Руководство отмечает, что в тренировки на мотоциклах необходимо будет вносить коррективы. В этом году запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Видное будет принимать у себя чемпионат Европы 2020. Бумажные дела практически закончены. Сейчас осталось только провести все торги, аукционы и приступить конкретно уже, как говорят, к работе руками. Первый официальный турнир в 2020 году «Кубок России по мотоболу» пройдет с 4 по 9 мая в станице Кирпильской Краснодарского края. Предварительно о своем участии заявили 8 команд, в том числе и видновский «Металлург». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.